Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. Возможности каждого человека безграничны. В этом точно уверен Константин Шалин, который потерял зрение, но не потерял веру в себя и всем доказал, что человек способен на многое. Почти каждый вечер Константина Шалина проходит на стадионе «Энергия». Это единственное место, где спортсмен может нормально тренироваться. Здесь есть сектор для оттолкания ядра, а также для метания копья и диска. Сопровождают Константина, его супруга Марина и сын Егор, который тоже проявляет интерес к спорту, повторяя за папой все движения. Ему интересно, а в дальнейшем свяжет ли он свою жизнь со спортом, и все будет зависеть от него. Я не буду наставить, потому что все-таки профессиональный вид спорта, он не совсем для здоровья. Раньше тренировки спортсмена проходили в заброшенном парке в седьмом микрорайоне, но потом его благоустроили, и Константину пришлось искать новое место для занятий. Когда зашла речь о ремонте стадиона «Энергия», именно он подсказал, что здесь необходимо обустроить сектор для нераспространенных видов легкой атлетики. Просто не стадион был, а пустырь. Просто настолько он был обмешалый и запущенный. А сейчас смотрите, какая красота. Здесь уже просто не боишься, что попадешь в человека. Не надо стоять, ждать, чтобы прошли люди, и просто занимаешься в своей удовольствии. Сам Константин в легкую атлетику пришел случайно, хотя всю жизнь был в спорте. По профессии он учитель физкультуры, но ему всегда были ближе игровые виды спорта. В сельской школе он создал команду по волейболу, и его ученики выезжали на соревнования. Но после несчастного случая и потери зрения пришлось искать себя. Пробовал плавание, но не пошло. Со многими видами спорта был знаком, когда я учился и занимался. Но именно профессиональной легкой атлетикой я не занимался. Но я знал азы и знал определенные моменты техники. Но основной вклад это, конечно, Татьяна Борисовна, Сергей Борисовича, тренера. Наставники со спортсменом, который раньше не занимался легкой атлетикой, проводили очень большую работу. Им надо было объяснить, как двигаться в секторе, как должны быть расположены руки, как работают мышцы при метании диска, копья или при толкании ядра, как придать снарядам правильное направление. Больше мышечной памяти включается. А когда на результаты работаешь, просто отключаешь голову полностью, потому что надо просто вложиться в него. А там получится, вложиться в диск, иначе он улетит. Надо просто чаще повторять одно упражнение, заучивать, заучивать, заучивать. Ядро, диск, копье. Именно в такой последовательности Константин ставит для себя виды легкой атлетики. В толкании ядра у него выполнен норматив мастера спорта международного класса. Ему удалось отправить снаряд дальше, чем на 13 метров. В метании диска и копья он мастер спорта. Два килограмма – такой вес диска, который метает Константин. Но иногда он использует и трехкилограммовые диски. И после них двухкилограммовые кажутся уже пушинками. В соревнованиях российского уровня Балаковский легкоатлет давно закрепился на лидирующих позициях, при этом показывая результаты лучше, чем спортсмены из других стран. Я был заучным чемпионом Европы. То есть у меня получился результат на России. Сравнили потом с Европой я и его заучную игру. То есть если бы я поехал, я бы был первый. Мы же видим, какие у них тоже результаты международные. В России даже сложнее выиграть чемпионат России, чем чемпионат Европы. Соревнования для каждого спортсмена – это стрессовая ситуация. Поэтому Константин приезжает на старты за несколько дней, чтобы изучить новый стадион, привыкнуть к нему. В некоторых городах соревнования проходят и зимой, потому что там есть крытые манежи. О таком спортивном сооружении мечтает и Константин. Тогда и результаты у спортсменов из Балакова будут лучше. Все равно появятся те ребята, которые будут заниматься диском, ядром. И появятся те тренера, которые будут тренировать. Нам что еще не хватает? Нам не хватает еще манежи и все. И у нас будет город полностью. Не зависит ни от каких непогодных условий. Мы будем заниматься круглогодичной и легкоатлетикой. Потому что у нас получается сейчас только сезон. Сейчас вот начнутся холода и уже все. Константин уверен, что спортсменом может стать каждый. И для этого не всегда нужны суперсовременные спортзалы. Любым видом спорта, если хотите заниматься, просто ему надо уделять время. И все у любого человека получится. Поверьте мне, даже если я незрячим не занимался и получилось, то что сравнить с теми людьми, которые все это видят и могут. Было бы желание и все получится. Сам Константин на достигнутом не останавливается. В этом году он возобновил занятия по метанию хопья, а также освоил новую профессию массажиста. Ведь в этой жизни нет ничего невозможного. Было бы желание.